МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Гомелі вызначали лепших школьных поваров. На Головной площади областного центра отбылась святочная акция «Запальваем ёлку разом». Больш як пау тысячи юных спортсменов збяры у Гомелі Межнародный фестываль лёгкой атлетыки «Снежная рысь». А зараз абгытым і іншым – больш падрабязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко разгледзе ў кадровая пытанні. У приватнасті керавнік дзержавы даў згоду на назначэнне намеснікам старшыні Гомельскага Абылывыканкама Андрея Конюшкі. Раней ён працаваў на пасадзе першага намесніка старшыні Камітэта Экономікі. Алена Паулечка узначаліць Мазырскі Райвыканкам. Дагэтур яна працавала першым намеснікам старшыні Райвыканкама, начальнікам управлення сельскай гаспадаркі і харчавання. І намеснік старшыні Жлобінскага Райвыканкама Ігар Асьлюк назначэны старшыній Чачэрскага Райвыканкама. Як чыкацца на сёняшнім пасадзеўні Гомельскага Гарвыканкама, будуть разледжаны пытанні выкананні мерапрыємства ў пасадзеўнічэні з занятості насельніцтва. Сіроды галонных досягнені ў гэтага года ўдвая меншы за прагнозны узровень і соціяльны абароні Гарвыканкама. Зараз статус безпрацонага ў обласным центры маюць каля 2 400 чалавек. Гэта 0,9% адагульной колькасці экономічна актыўнага насельніцтва. Найбольшая колькасць припадайна узроставу катэгорыю ад 50 гадоў і больш – 25%. У гэтым годзе ў Гомелі працеўладкавана больш як 7 с половай тысіч чалавек, што дазволіла захаваць сітуацію на рынку працы стабільной і контралюемай. Больша актыўна і стала работа з наймальніками, а таксама профісійная прафорэнтація безпрацовных. З улікам ефіктыўнасті прынятых мер гэтаю практыку меркуецца працягнуць і ў наступным ходзе. Расширіць перападатолку, патаму, што создаюцца новые рабочі міста і, естественно, это разновы рабочі міста, значит, давны быць і, соответствуюць, падатовлены специалисты. Большого внимання будзе ўдзіляцца вапросам самозанятості, то есть развитие частного бізнеса несмотря на тяжелые, нам мы в пределах ста чоловек в этом году казали помощи и планируется так же, кажем, и на следующий год. На сесію Гомельского городского совета депутатов затверджаны региональны комплекс мерапрыємству па реалізація дзержавны праграмы «Адукация і молодзёжная палітика». Термін дзеяння документ различаны наперед да 2020 года. Пры гэтым ў першыню ў адной праграмы аб'яднаны на керунке, які отычыцца ўсіх сфер галіны да школьной, сяредній і спецыяльны аддукацій. Абасаблівастях навучального процэсу матыр'ял Олега Сінцюрова. Лежиться, що розвиття дяті пеш за все залежить від батьків і їх жадання займатися з дитяті. Хоч без допомоги дошкольних установ сьогодні все ж таки не вийстіся, якими б не були батьки, але їх веду ў сфері сучасних аддукаційних технологій часто просто не хапаю. Дошкольный центр розвиття дитяті «Звоночек» ў сучасному статусі працює маль 10 годів. Ранің гэта був дитячий сад акульного типу. Зараз гэту установу наведують бочек 340 дяті. Зараз гэта був дитячий сад акульного паслугу, англійська мова, ткацтва і хореографія. Але особливий гонор керівництва центра, коллектив для підріхтовки дяті до школи ўсь акульно прінятый акульный стандарт. Але коли у вихователів нема творчиха підходу, эффект буде минимальним. Занимаються своїм самообразованням, вони посіщають курси повышення кваліфікації, вони работають над повышенням своїй категории, вони повышають своє образование, якщо оно среднеспеціальне, то вони получають высше образование. То есть здесь на самом деле достаточно большое поле для діяльності. Сусвєтна практика свєчаць, ў лідерах оказываються ті країни, дзе намагання накеруються на повышення прасійного зрою наставників. Між тым, сьогодні у Гоміле ўсяго 7 наставників-методистів. Це самая високая категория для работників школ, яка свєчаць об їх махчимасі не тільки вість навчання на відповідному узровні, але і дядіця віпотом з іншими. А тому одна з задач прінятого комплексу мероприємствів – значное повеличення колькості таких наставників, сірот інших пріоритетів, створення умов для тримання якісної едукації людьми з обмежованими махчимасістями, оптимізація сетки дошкольних установ і технічне пересношення середніх школ, причин як за бюджетне, так і спонсорське сродки. Якщо ми говоримо сьогодні, що должен бить комп'ютерний клас, значить, десь десь обновляється комп'ютерній техніки. Якщо ми говоримо о тому, що ми десь повисить качість знань по фізіки, значить, десь 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 лабораторне оборудовання. І в такому ключі ця програма, ну, скажімо так, определенне средства предусматриває, а не обеспечує стабільне функціонування і дальніше розвитие всі сети, учрідження і образовання в місті. У 2018-м годі Беларусь у першиню долучиться до дослідованням у рамках міжнародной программы па асценці адукаційних досягненью в гучню. Гэтае тестіровання паказыває, на колькі стажокласнікі можуть приміняць отриманай веды у реальнім житті. По сутнісі, яку вынікі стануць адказом на пытання об ефіктівністі праймаємых мер па поляпшінні айчынний систем адукації. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадокампанія Гомель. З встановленням лядовага пакрыця на водайомы вышлі рыбаки. Аднак заняток гэта доволі разыкованы. На гомішчені лік загінувших ўжо адкрыты. З рыбалкі не вернуліся 3 чалавекі. Каб попередзіць рост сумной статистыкі, профилактичныя рэйды праводзіць літеральна кожны дзень. У адным з їх пабывала Ганна Кавалёва. Не глядзіць на моразы, лід на водайомах єшчы тонкі, максимум 15 сантыметров. Безпечным ён стані прытывшыні у 25 сантыметру. В опытной рыбакі вазначають стрывалость лёду по колері. Прозрысты зеленоватым ті сінім оттеням самонадзійны. А вось білі ті жёлтоваты у два разы тоншайші. Але зараз оцініть яхо складана. Водайомы накрыты снежным покровом. Гэтае правило може не спрацаваць яшчы і тому, що лёд формирується кропкова. Тому выратовальні сродкі повинны быть заусюды про сабе. Ті прытрымліваюця гэтага рыбакі правірула спеціяльна комісія. Не поспеші ступить на лёд, супрацівники АСВОД, МНС і міліці сустракають перших рыбаку і перше порушенье. А де спасательні жилетки? В машині он не должен быть. Ви идёте на лёд, тим більше идёте на лёд. Де спасательні жилетки? Наступний сустрічний і знову біскамізелькі. С кожным таким рыбаком выратовальнікі проводять размовы і уручають памятки с правилами безпеки. Сяродних не збираться на льду групами, тримати дистанцію і стиракчуся незамерзлых лунок. При виході на лёд ми, звісно, рекомендуємо рыбакам. В першу чергу, це спасательні жилет. Тому що спасательні жилет він завжди поможуть удержатися на воді какое-то время і до приходу допомоги. Вторе, що ми рекомендуємо постоянно, це имати верёвку 15 метрів, где-то можна бути 15-20 метрів з грузом на другому конці петлёй зав'язується сюди. С 30-ти чоловік на заливі Ракі Сож тільки один у виротовальній камізельце, рыбак з великим стажем і при цьому одійна жанчина на лёді Наталья Губська. Каже, притримливаць правила об'язпеки навучив в опыту. 8-го марта уже лёд шипел. Мужчина подошёл ко мне, короче, дедулька, 73 года ему, подарив мене такую коробочку, там эти поплавки, і пошёл туда, вот це місце, і, короче, під берегом, а там метрів 5. Бегали ми, ой-ой-ой. Не знали, що делать, так? Спасли, спасли, витянули, він бедненький уже не шевелився. Це добре, ви були у місті, а якщо б був один чоловік, то ви одна йдёте, да? Ну, я стараюсь поближе к людям. С кожным днём рыбаку на водоёмах усё більш. І на Гомельщине такие рейды сё лето проводят што дня. За пошние два тыдня їх отбылося більш за сто. І у кожным фиксовали факты безотказности. Зачастую на лёд выходят у нас дети, а так же рыбаки. Поэтому родителям необходимо обратить внимание, что не нужно оставлять своих детей без присмотра, а тем более обезопасить от выхода на тончайший лёд. Рыбакам, конечно же, запретить выход на лёд мы им не можем, запретить зимнюю рыбалку. Поэтому, в первую очередь, им нужно помнить, что их дома ждут близкие. Ганна Ковалёва, Валерий Гапанько, телерадио-компания «Гомель». Лепших школьных поваров вызначили у областным центры. Смак, оригинальность, аголовная корысть. Менавіта гэты и крытыры. Необходно было уличывать удельникам при приготовлении конкурсных страв. Вероника Ворошилина назирала за ходом кулинарного поединку. Конкурс профессийного майстерства сирот поваров Гомельского городского комбината школьного харчевания ладится раз у два годы. Сюлятой он объединял пять команд от каждого района Гомеля у першиню сборную молодых специалистов. При этом лепших майстров кулинарные справы вызначали не только сирот работников школьных столовых. У профессийного поединка так само сошлися повары двух ресторанов. Профессия повара, наверное, традиционно кажется, что она очень скучная и однообразная. И мы своим конкурсом хотим доказать, что на самом деле это искусство. Искусство, так же, как и музыка, как и стихи, наверное, искусство готовится, это тоже мастерство. На конкурсных столах салаты, мясные выробы и навод суши. Не забыли и про любимые присмаки детей – булочки, печевые и пирожные. Гомельский городский комбинат школьного харчевания обслуговывает 94, установа эдукации. Профессийное споборность позволяет работникам столовых продемонстрировать через их абсолютно новых, креативных и обовязково корыстных страв, которые могут быть уведены в школьный рацион. Например, вот творог, розочки из творога, печенье, котлеты, крабик. Туда вот входят крабовые палочки или мясо, свинина. Панируется котлета, обжаривается, доводится в жарочном шкафу. Оно и вкусно, и полезно детям. Презентация страв команды «Удельность» оценивалась по некольких критериях. Это захование технологии, приготовление санитарных норм и правилов, наявность технологичной карты, смаковые якости, оригинальность оформления и подачи блюд. Оценки конкурсантов выставляла профессийная журы и незалежные эксперты, извлеку наученцев гомельских школ. Пол дарившийся родоголовных пропанул подлетка, упрыхожий внешний выгляд страв им хотелось оббашить и у своих школьных столовых. Из-за того, что маленькое количество времени, нужно очень много чего накрыть, много классов, не успевают как-то красиво оформить и так далее. А от этого даже вкус, мне кажется, улучшится. Да, было бы очень даже неплохо, даже если бы ту гречку с каким-то мясом и салатиком оформили как-то красивенько. Все же было бы приятнее. Обычно бы травку наверх положили, казалось бы, много гармоничнее, чем есть. По выниках с поборництва на третий месяц оказалась и команда центрального района, на другим – челуночного. На первую пероможную приступку пьедыстала взнялась и команда повара у Новобелецкого района, якая поделилась с нами сокретом своего кулинарного поспеху. Прежде чем что-то приготовить, продумать стол, мы с коллегами советовались и решили, что все-таки самое важное – это здоровье, это детское питание, чтобы оно было здоровым, сбалансированным, удобным, красивым, чтобы детям нравилось. Мы за это. Поэтому мы выбрали такую яркую цветовую детскую тематику, преподнесли ее нашим судьям. Понравилось, удалось, мы довольны. После закончения конкурса все присутные смогли поспробовать приготовленные стравы. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, Пеллер, Радояка, Ампания, Огомель. Огомель прошла массовая святочная акция «Запальваем елку разом». Яскравая и маляуничая видовища поклала початок святкования Нового года на всей территории в области. 30-метровое пригожение с больше, как 2000 штучных галин. Миновата такой гет и Новый год сустракает галонная елка в области. Ее упрогоживанием стали 60 святлодойодных модернизованных гирлянд и «Вифлеемская зорка». КОsein и Монг Солыка, Ампания Европы, Солыка в области. Заходя по дв Ком��. Сокирка в области. Солыка в области. О cadах в области. Солыка в области. Солыка в области. Солыка в области. Особные уваги заслуговывая святочное упрыхоживание холодной площади Гомеля. Детячий казочный городок, имитация зоркого неба, резиденция Деда Мороза, плюс гандлевые роды, которые будут працать на протяжении некоторых дней, и шматлики малой архитектурной формы. Утым лику оригинальная конструкция в выгляде лишь бы 2017. Разом с традиционными Дедом Морозом и Снягуркой, у запаливанной святочной иллюминации удельничали символ наступного года вогненный певень, а так само творчие коллективы и артисты Гомеля. А прача того, першыню был организованный флешмоб, в яким приняли удел больше, как 500 студентов из всех высшейших научных установок города. Их выступления не только святкованы с надыходящими святами, а и проводены года культуры. На Гомельщине распочинается марафон святочных раннешников. Усёня у Гомельским державным театры «Лялек» отбудется премьера новогодней программы «Приветанье, приветанье, Дед Мороз». Детей чекает займальная подорожа по касках и мультфильмах. Разом с голонными персонажами свята, Дедом Морозом и Снягуркой, юные театралы примутю делу у цикавых конкурсах, гульнях, викторынах и дискотецы с великими ростовыми ляльками. Затым для их отбудется премьерный показ спектакля, як на Белкины имянины. Артысты театра «Лялек» перенесуть маленьких гостей у соправдную новогоднюю каску. У целом, усе театрально-видовищные установы областного центра зараз рыхтуются для юных наведвальников цикавые премьерные программы. Про их мы будем разповедать у информационных выпусках, сачыться за нашими новинами. Больше, как полтысячи юных спортсменов, сберет под своей стяге международный фестиваль легкой атлетики «Снежная рысь». Гэтый масштабный форум у другий раз отбудется у Гомеле. За узнагороды позмагаются спортсмены из усих кутков Беларуси, а так само с Россией. Спаборнества будут проходить у палаца легкой атлетики. Церемония открытия запланована на сёння, на 17 годин. После отбудутся спаборнества «Побегу и скачках». У субботу спаборнества стартуют у 9.30. Вы глядели ранешний информационный выпуск телерадою компании «Гомель». У студии працавала Наталья Игнатенко. Мы сочем за развитием подеев Гомелей в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова